Музыка 23 октября 1956 года указом Президиума Верховного Совета СССР Чкаловская область награждена Орденом Ленина за выдающиеся достижения в освоении целинных и залежных земель, крупные успехи в увеличении производства зерна и выполнение принятых обязательств по сдаче государству 150 миллионов пудов хлеба. Прошло всего два с половиной года с мартовского пленума ЦК КПСС 1954 года, на который откликнулась молодежь страны. Благодаря прессе тысячи юношей и девушек поехали по комсомольским путевкам в Чкаловскую область. Были среди них и те, кто прежде отправил первому директору совхоза Комсомольский Михаилу Григорьевичу Голованову письмо. Уважаемый директор, я прочел в газете статью о вашем совхозе, где мне понравилось строение жилых домов и жизнь рабочих совхоза. Я желаю поехать работать в ваш совхоз со своей семьей, а также есть и другие семьи, которые желают поехать. Моя семья состоит из двух человек. Я работаю шофером на легковом такси, а жена парикмахером. Но мы, конечно, не молодые и не старые. Рождение 1913-го. Товарищ директор, если вы можете создать нам условия в жилплощади, то мы приедем. Пишите нам вызов. И вызовы действительно отправляли. С окончания Великой Отечественной войны еще не прошло и десяти лет. И люди, знающие, что такое голод, понимали. Страна остро нуждалась в хлебе. Здравствуйте, уважаемый директор. С огромным приветом к вам трактористы Ермаков, Трифонов и Датников. Ввиду того, что у нас в колхозе переполнены кадры трактористов, мы изъявили огромное желание поехать к вам работать. В данный момент уехать трудно, так как у нас нет паспортов. Если вы разрешите приехать, то мы постараемся уехать без них. Ждем ответа. Новая волна песен обрушилась на Оренбуржье после съемок и выхода на экраны фильма «Иван Бровкин на целине», сделавшим поселок Комсомольский известным на всю страну. Здравствуйте, незнакомые нам Иван Романович, жена Любаша и сын Ваня. С приветом к вам, незнакомые девушки, Таня Грек и Таня Мармоль. Вы будете смущаться, как мы вас узнали. Мы много раз видели вас в кино и много о вас узнали из журнала «Крокодил». Мы это письмо написали, чтобы узнать, нужны ли вам целинники. Мы учимся в восьмом классе, просим вас написать о вашем селе, какая у вас природа. Мы сейчас учимся и заочно изучаем устройство комбайнов. Многие девушки из нашего села тоже хотят приехать к вам на стройку. Ждем вашего ответа. Мы, воины срочной службы, вот уже несколько раз смотрели фильм «Иван Бровкин на целине». Нам нравится этот фильм, но не подумайте, что нравится он нам потому, что там так хорошо все кончается. Нет. Служим последний год и очень скоро мы, как и Иван Бровкин, уйдем в запас. Мы, конечно, понимаем, что такого солдата по фамилии Иван Бровкин, может быть, и не было. Но в лице Ивана Бровкина выражены лучшие черты характера советского воина. Пусть нас встретят степные ветры, холод и жара. Нам, солдатам, к этому не привыкать. Мы люди закаленные. Можем быть шоферами, трактористами. Пока что нас двое, но нас может быть и больше. Пишите нам, ждем. С приветом, Литвинов Коршиков. И еще, если это правда, что на свете существуете вы, то мы верим, что в вашем совхозе все хорошо. Так вот, дорогой товарищ Бровкин, если можно к вам приехать, то ждем ответ. В Оренбуржье ехали люди с разных концов страны. Жили в палатках, вагончиках, землянках. Зимой в палатках было так холодно, что волосы примерзали к стенам. Из воспоминаний очевидцев мы знаем, что пребывающие на Целину были приняты как патриоты, как люди единой родной советской семьи. Любопытно, что сохранились письма о письмах, к примеру, в журнал «Крокодил». Все они просят хорошего советского парня Ивана Бровкина сообщить условия переселения в Целинный совхоз Комсомольский Адамовского района Оренбургской области. Как видишь, дорогой крокодил, что можем гордиться своей деятельностью, которая помогает Целинному совхозу привлечь кадры. И пусть любители легкого развлечения увидят в юморе и сатире большой здравый смысл. В Иване Бровкине они увидели дорогие, близкие и понятные им черты. Образ Бровкина живет в их сердцах, служит примером, зовет на славные дела в Целинный совхоз. Первых Целинников, которые помогали создать атмосферу экранного образа Ивана Бровкина, отметили почетными грамотами. Совхоз Комсомольский Адамовского района вызывал чувство восхищения даже у зарубежных гостей. А водитель по имени Иван Бровкин действительно работал в Оренбурге. Приехал он после того, как отправил письмо с просьбой «разрешите принять участие в создании нового совхоза». И вскоре ребята-целинники гордились, что в их совхозе работает настоящий Бровкин. Но девушки знакомиться с ним не желали, ведь у Ивана Бровкина есть суженое по фильму. Но со временем поняли, что никакой Любаши у Ивана нет, и он встретил свою земную любовь по имени Маша. В августе 1958 года была веселая свадьба, а Целину поднимали, конечно, герои, как и те, кто сегодня выращивает хлеб. В Соломбиске нам дальняя русская несветная сторона. Все, все, перенпуские, неоглядная церина. Все, перенпуские, неоглядная церина. Все, перенпуские, неоглядная церина. Субтитры создавал DimaTorzok